Опять же, хочу сказать о том, что, возьмем репродуктивный инстинкт, половой инстинкт, который часто называют основным, вот фильм, да, я знаю инстинкта больше об этом. Да, кстати, есть инстинкт самосохранения, не больше об этом, ну, между двумя этими инстинктами так играет сюжет этот строй. Так вот, в инстинкте репродуктивном природа очень своеобразно поделила функции между мужчиной и женщиной. Обратите внимание, как мало в репродуктивном инстинкте, в принципе, делает мужчина. Согласитесь, что, ну, нервно ценно. Но в лучшем случае 10 минут, чаще всего 5. И потом женщина беременеет, 9 месяцев выносит. У него, кстати, включается материнский инстинкт, ну, как проявление репродуктивного. А отцовского инстинкта в природе не существует. То есть, 9 месяцев она выносит, потом, ну, не знаю, какое-то время рожает, какое-то время кормит грудью. Ну, там, не знаю, может быть, лет, там, до годика, там, до двух. Ну, кстати, есть женщины, я, правда, не совсем уверен, что они поступают правильно, кормящие до 7, до 8 лет на грудью. Ну, так или иначе, это все продолжение инстинкта репродукции. То есть, она не только, репродукция включает в себя не только зачатие, но и вынашивание, а потом выкармливание, а потом доведение до возраста, когда эта особь, в данном случае ребенок, да, он может уже самостоятельно, в принципе, хотя бы, да, хотя бы в том биологическом смысле, самостоятельно дальше жить. То есть, до подросткового возраста, до вот этого пубертатного, да, как-то произошло становление. Уже деток могут делать, и работать, кстати, могут. У нас, к сожалению, так случилось, что, да, вот, ведут системы существующие образования, они в 14 лет еще не могут работать полноценно, да, и вот, в принципе, и деток они заводить не могут. Ну, конечно, биологически могут, да, но нежелательно. И, как бы, вот это целый скандал будет и в школе, и с родителями, если они деток заведут. То есть, мы старательно их туда дальше отталкиваем, да, чтобы они туда попозже это сделали, но все равно не очень далеко. То есть, где-то там в 16 лет у нас может, да, девушка выйти замуж нормально, да, в 17 парень жениться, а вот это тут, да, на пару лет мы туда отодвигаем это все. И вот до вот этого подросткового возраста это и есть реализация репродуктивного инстинкта. Но у женщины материнский инстинкт, он короткий, если на уровне инстинкта. Он всего три года длится. И через три года, вот когда закончилось основное это самое, может и пропасть чувство к ребенку. И вот, кстати, да, вот и в системных, семейно-системной расстановках Берт Хеллинир говорит о родительской, детской любви. И, в принципе, мы так в общественном сознании считаем, что мама-то вот должна любить. Ну, правда? Ну, если с точки зрения сугубо-биологической, с точки зрения инстинкта, который, кстати, тоже может сдавать сбой, да, то есть он может и не включиться у женщин. А вот до трех лет, да, должна, а дальше, если культура не сформировалась и возникли какие-то сложности, да, вот в отношении к ребенку, то любовь может и не быть. А иногда даже превратиться в свою прямую противоположность, там, пренебрежение, ненависть, отталкивание. Естественно, ребенок от этого страдает, а потом часто попадает к нам, к психотерапевтам, да, и вот это. А вот нету этого инстинкта. А вот вернемся к мужчинам. А у мужчин, вот, по сути, вот, достаточно оплодотворить, и дальше природа его ни на что не заплограммировала.